Имеется структура терминального отдела мочеточника. Нуждается пациентка в оперативном лечении. Евгений Андрецов вместе с коллегами в очередной раз решает сложнейшую задачу. От его профессионализма зависят здоровье, зачастую и жизнь человека. В активе врача сотни спасенных людей. Это профессионал своего дела. Это не только я говорю, это вот все отделение говорит. Все больные пациенты, все согласны со мной. Он делает очень сложные операции. После операции он не оставляет своих пациентов. Постоянно ходит, постоянно интересуется. В Республиканской клинической больнице Евгений Андрецов работает более 15 лет. Все это время рядом с ним коллега и наставник Минвалей Газымов. Говорит, что его ученик вырос на глазах, внедрив и передовые методы лечения. Некоторые новые вмешательства, то есть эндоскопические, лепароскопические операции. Операции он в числе других первые освоил. И у него есть несколько научных публикаций по этой тематике. Работал он и заведующим отделением тоже. В это время отделение выполнялось весьма серьезные оперативные вмешательства. Теперь Евгений Андрецов претендует и на победу в республиканском конкурсе лидеры здравоохранения. Он попал в число семи финалистов. Началось все с того, что администрация больницы меня выдвинула в этот конкурс. Значит, мы прошли несколько этапов этого конкурса. Значит, первый этап это было тестирование. Сложное тестирование было в большом объеме. Решить тесты без ошибок удалось только 19 участникам. После все они прошли собеседование с членами жюри. И вот теперь финальный этап – деловая игра, которая должна выявить лидерские качества конкурсантов. Цель и задача – выявить самых активных, креактивных, которые хотят быть лидерами, которые готовы, но и, конечно, у которых есть харизма для того, чтобы прийти, возглавить и повести за собой людей. Здесь уже, если касается здравоохранения, это по увеличению доступности и качества оказания медицинских услуг. Вот по поручению главы республики мы объявили конкурс. Лидеры здравоохранения Чувашской республики подали заявки, значит, 319 человек из 49 учреждений здравоохранения Чувашской республики. Чтобы выбрать лидеров здравоохранения, организаторы конкурса подготовили немало логических заданий. К примеру, как переставив всего одну цифру в числе 102, получить число 100. Кто прошел решающий этап, станет известно 15 июня. Победителей конкурса направят на стажировку с руководителями регионального Минздрава и курсы повышения квалификации. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская и Андрей Спиридонов. Республика.